Филиппины это очень чудная страна и удивительная. Тут надо регистрацию проходить по номеру получается. Отталкиваться от номера надо. Последняя цифра это месяц, а вот предпоследняя цифра это недели. Если, к примеру, 3, 1, 2, 3, первая неделя, 3, 4, 5, 6, вторая неделя и так далее. А 0 какая неделя? Первая. Он уже рядом с единицей, значит это первая, наверное. Но там, кстати, когда идет уже 11 месяц и 12 месяц, там тоже это как-то знать, наверное, недель не хватает. Но 12 месяца у них только проблематично. Короче, Филиппины это действительно очень удивительная и чудная страна. В общем, это надо все просто прочувствовать и понять. Получается, уже заплатили, а теперь машину повезут на техосмотр. Сейчас делают техосмотр. Мы же вроде как второй раз сюда приезжаем, до праздников все приезжали. Да, но они танцевали, сказали, что никак не могут сделать, они готовятся к представлению. К рождественскому. Это кто? А это сотрудник техосмотра. Вот погнали на техосмотр. То есть они сами все будут делать, да? Все сами, чуть денег дали, теперь все сами они сделают. На ручнике стоит. Цена варьируется примерно за легковой автомобиль, ну, легковой автомобиль, джип, микроавтобус, ну, такой легкий микроавтобус, не хайс, от 5 до 6 тысяч. Примерно вот такая сумма. Если мотоцикл, 2-3 тысячи. В зависимости, сколько у вас было просрочено. Ну, вот так примерно. Раз в год. Раз в год. Каждый год это надо делать. Относиться к этому очень серьезно. Мы заплатили за микроавтобус на 6 350. Это уже получается, почему так дороговато? Потому что агентство нам делает. Если делать самим, ходить в их НИАГИ Валтио, будет дешевле. То есть вот автобус вы отдали, сейчас они пройдут, скажем так, техосмотр, вернут автобус и все документы. Да, но документы, правда, через несколько дней, зато они будут на блюдечке с голубой каемочкой. Нигде стоять не надо, никуда ходить не надо, дали денег и все. Все, сервис. Только дай денег и все. Вон она наша машинка. Хоть тут и сервис, скажем так, но делать все будут официально. Просто без какой-то нашей посторонней суеты. Будут проверять, получается, лампочки проверять, горники, как летят фары, ходовку будут проверять и тормоза. Ну, в принципе, все так же, как и в России. Да, но не лояльно. Например, лампочка даже будет плохо слить, скажем, ну поменяйте, мы подписали, ну поменяйте. Ну и с убитыми ходовками, я видел, тоже проходит где-то, вы обязательно сделайте. Вот в этом ангарчике и проходит этот самый техосмотр, выражаясь по-нашему. Здесь вот расположено несколько ям для проверки и также необходимы стенды для проверки авто. Нам остается только дождаться окончания проверки и потом через несколько дней забрать готовые документы. Возможно, на других островах эта процедура проходит как-то по-иному. Ну, а на нашем, по крайней мере, в нашем районе это происходит именно вот так. Вот там что-то в нашей машинке. Проверяют на стенде фары, что ли. Какая чудная машинка стоит тут под навесом в ремонте, вероятно, всего. Эдакая багги. Сломали. Все, готово? Ждем результат. А, и какой же это будет результат? Угадайте. Сейчас компьютер скажет. Все же по-серьезному. Через компьютеры. Тут как в НАСА. Чистенький, зелененький, облагороженный такой внутренний дворик. Очень уютный. Очень много всяких тут растений таких симпатичных насажено. Даже вот таких вот фиолетовых каких-то елочек, не елочек. Каких-то стручков непонятных. Так. Уайтинг-ареа. Это место для ожидания. И, а здесь вот такая даже некая зона. А что здесь вот за этой дверью? За этой дверью денежки берут за ОСАГО и за техосмотр. Ну, по-русски выражаясь. ОСАГО и техосмотр. А по-филиппински это как называется, Андрей? Регистрация. Регистрация. А, вот. А тут вот... 282. 6282 заплатили. Вот здесь вот тут какая-то зона. Даже что-то покушать можно, да, купить. Что тут сломали или съели? А, ну тут ремонт. Ну, ладно. Ремонт это простительно. Все нуждается в ремонте. А вот туалетики. Кстати, действующие. И там довольно-таки чистенько для такого общественного места с большой посещаемостью. Ну, что, я так поняла все. Костя и Андрей забрали все необходимые документы на сегодня. Едем дальше. Друзья, наш замечательный зеленый автомобиль, мультикап продался. И так спонтанно, так вообще вот так, шик, и продался. Только слух пустил, что буду его продавать. Так сразу приехали, забрали его, буквально через несколько часов. Блин, даже фару не успел поставить. И ты даже не успел рассказать про него? Да, ну ничего, про него, может, расскажу еще? Может быть. Вот, да. Фара, вот она новая. Ты купил поставить, что ли? Да. И фару поставить, подкрасить купил, блин. А люди забрали, говорят, отдай, отдай эту машину. Сели, деньги сунули, уехали, умчались. Говорю, да фара-то вы поставили. Говорю, не нужна фара, мы сами поставим. Эх. Ну, теперь куда эта фара? Ну, в магазин. Там магазин, по идее, в течение недели можно товар вернуть. Вот, сейчас попробую вернуть. Денежка все-таки. И сами не успели покататься на таком чудном автомобиле. Это потому, что хорошо сделали. Они просто уже знают, даже все соседи знают, если машина была после нас, то это самая лучшая машина. С аурой. Аура русского белого человека. Вот, приехали в этот магазинчик, где Андрей покупал фару и краску подкрасить. Тот грузовичок сейчас возвращает. Костя за компанию пошел. Все, без проблем. Hi, guys, hi. Без проблем все взяли, да? Вернулись. Это мой любимый магазин. Да. Я в этом магазине могу часами время проводить. Ну, как я, наверное, в каком-нибудь магазине с какими-нибудь женскими штучками. А, вот в каком плане любимый. Не в плане любимый, что, как он называется, любимый. Кстати, вот он называется. 315 автопарц. Данао. А в плане в том, что здесь продают запчасти, всякие штучки. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Погоним. В банке дела сделаем. Теперь едем за потрясающим автомобилем. Скоро вы узнаете. У тебя, Андрей, как всегда, планов громадье. Да время нету, время нету. Столько планов. Продолжение следует. Друзья, вот я пострел мотики. Окей, есть. АБУшные. Но ничего интересного нету. Такого, чтобы сам покупил. Но сейчас покажу чудный аппарат. Это, короче, мотоцикл продается. Мотоцикл призрачного гонщика. 70 тысяч. И мотоцикл призрачного гонщика будет ваш. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе. Три дня и все. Теперь мы в законе. Это 6300 без штрафа. То, что даже у нас было просрочено, штраф не взяли, потому что, видать, мы делали в этом году. Вот такие суммы. Получается, само ГАИ взяло 3100. Это вот сколько стоит вообще весь этот процесс. ГАИ взяло 3100. Где-то примерно 1000 стоит страховка. 1000, видать, осмотр машины. Ну и они взяли остальное за свои услуги. То, что они как бы все сделали. Вот такая сумма вышла. Теперь мы легально ездим. Теперь мы в законе. Ну. Мы не нарушаем. Больше. 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 Больше.